Михаил Коклеяев. Титулов у него вот так вот, я не знаю, перечислять я и не помню, Миша. У меня куча там. Все его знают как великого тяжелого атлета и стронгмена. Миша, в Красноярске ты у нас уже частый гость, да? Извиняюсь за обед у меня такой, финиками обеду, извиняюсь. Я прошу. Все, Красноярск, во-первых, у меня корни отсюда, из города, из села Восточное, это недалеко от Минусинска. Ну да. Село Восточное, оттуда у меня дедушка с бабушкой, там они друг друга встретили, и оттуда корни мои по маме и пошли. Ну, плюс спортивная история, которая началась здесь в городе Сосновоборске с силового экстрима с 2012 года. Вот. Ну и в принципе вот уже на протяжении 7 лет история спортивная повторяется. Более того, дабы быть благодарным этой земле с моими сотоварищами, с горняками золотодобыческой артели Ангара Север, мы уже вот в этом году будем проводить третий год, получается, с 17-го года, 17-го, 17-го, 19-го, будем проводить летнюю Сибириаду поселение в Матыгинском районе, да? В этом году мы хотим провести на прииске Хакасия. Вот. Вот и как-то так. И друг у меня, друзья здесь много, друзей много, Сережа Суров, самый сильный человек, наверное, вы его знаете. Серега хорошо знает. Серега Суров. Сережа Суров, Сосновоборские ребята, Подгорновские ребята, Железногорские. То есть я уже здесь, так скажем, прописался, даже больше скажу, ребята с Сосновоборской помогали людям, грубо говоря, правильно сидеть в местах столь неотдаленных, то есть помогали сидеть, чтобы им было полегче. То есть отношения настолько, так скажем, тесные, правильные, порядочные, что даже вот такие вопросы какие-то далеко не спортивные решались здесь. Поэтому в Красноярск еду всегда с радостью. Единственное, вот и большой фруст-мажор у нас по зиме получился, там немножечко я приболел. Вот. И конец года такой был у меня тяжелый, я прям заболел с температурой. Здесь как раз такие были минуса конкретные, там полтинник, там в области, поэтому, в крае вернее, поэтому не получилось поехать. Ну вот, 21 июля, на День Металлурга, опять Мотыгинский, опять не Мотыгинский будет уже район. Прискакассия, это немножко, по-моему, другое место, если я не ошибаюсь. Это другой район. Или все-таки Мотыгинский район? Я не помню, видишь, я сам родом тоже не из Красноярска, а я из Бурятии. Я вот Ламудой, Байкал, это я русую оттуда. Поэтому, как бы, вот. Ну, в любом случае, короче, Красноярск у нас будет еще и в июле месяце, поэтому, как-то так. Такие вопросы, меня больше не спортивные интересуют, да? Ты религиозный человек или как? Религиозность? Да, да, да. Или, ну, я как, я просто, наверное, веру во что-то, что есть. А вот, как тебе, в общем, с религией? Ну, с религией, понимаешь, понимаешь, в любом случае, я пока что еще сирый человек в этом плане. Ну, я, как говоря, языком улиц стремящийся. Вот, я только хотел сказать. Стремящийся к этому, то есть, с каждым годом все, какие-то открываются новые, такие, новые двери в религии, понимания, существа человека, понимания. В плане религиозного человека в этом обществе, то есть, когда ты стараешься, стараешься придерживаться правильных вещей, именно те, которые написаны в книге, в Библии, ты пытаешься держаться именно в этих вот прописанных каких-то истин, не убей, не укради, не подействуй, не упоминай. То есть, имя Господа в суе, вот эти вот заповеди Божьи придерживаешься, придерживаешься православной церкви, как части русского мира. Кто бы мне что ни говорил, мне бывает разговаривать с людьми, вот начинают перерастать, уже вроде как бы в ладоши хлопнули, что ли, как бы, ну да, Бог один. Но все равно у кого-то какие-то возникают вопросы, какие-то намерения все-таки переубедить, что все-таки там кто-то говорит, мы верим в еврейского Бога, кто-то говорит, что вообще православие это именно языческое слово, само название. По мне так я, мне это помогает жить, потому что я, несмотря на то, что мои родители работяги, мои родители порядочные люди, они никогда не воровали, не крали, они всю жизнь проработали на заводе, у них сейчас дачный небольшой участочек, курочки там, прочее, прочее, они сами для себя пенсия у них там, они вот сами для себя живут сегодня, слава Богу, мы их не огорчаем, за помощью они редко обращаются, потому что люди сильные, ну, в принципе, я готов, как бы, уже все равно они уже становятся взрослыми, я просто к чему говорю, что мои родители того воспитания не дали, потому что они сами были на него церковлены, они были, надежда у них была на общеобразовательную систему советской школы, по воспитанию советской армии и уже чуть позже, грубо говоря, рабочего коллектива, цеха или еще какого-то. То есть, даже не то, что работа, они надеялись, что, в принципе, все, что нам всем советским людям где-то навязывало, где-то диктовало, где-то предлагало партия, как себя вести в этом социуме, в принципе, оно делалось человека, ну, в сегодняшнем, в сегодняшнем меркам, конечно, это ходьба строем, с человека делали такого, как сегодня говорят, зомби-человека, но почему-то все были счастливы. Детей отпускали в лагеря, пионерский рабочий человек за счет государства ездил отдыхать, и мы предоставлялись эти путевки, плюс какие-то еще льготы у военных, льготы были у всех. То есть, здесь сказать, что совсем уж наше советское общество было заблудшим, это неправильно говорить, но именно вот в момент того, что когда мы проиграли, мы проиграли, когда нас оккупировали, когда нас оккупировал Запад, нас оккупировал капитализм в 91-м году, вот после этого никто не знал, как жить, а эти годы как раз переходили на мой переходный возраст, приходились. Поэтому родители сами не знали, как им в этом обществе жить. Открылся телевизор, появился допуск к каким-то вещам, которым раньше допуска не было. И сами взрослые начали на эту картинку именно. И все повторилось, как вот в свое время голландцы приехали на Манхэттен, и индейцев взяли в аренду за побрякушки, за всякую чепуху, взяли у них вот этот полуостров. И после того, как Англия хотела объявить войну голландцам, голландцы сказали, не надо войны, забирайте Манхэттен. Приехали англичане, индейцы говорят, англичане нет, подождите, это наше. Вот поэтому нам, грубо говоря, тоже в 90-е годы за побрякушки, до сих пор за побрякушки, за эту вот всю эту мишуру. И все же самое интересное, я знаю людей молодых, которые говорят, да, мне это нравится. Я люблю Кока-Колу, я люблю Леди Гагу, и в принципе во Фредди Меркель ничего плохого не было. Он был нормальный человек, да. То есть люди сегодня, которые понимают, как даже, одни интуитивно понимают, что какая разница, кто нами управляет. А есть люди, которые уже тяжелые люди, богатые люди, которые понимают, что нами управляют, и они думают, ну, как я думаю, в свое время заходил фашист в города, им открывали с караваем, их встречали, да, понимаешь, встречали с караваем, да, и жили эти люди, грубо говоря, как у Христа за пазухой. Я уверен, что и при советских власти они жили, и при царях, и вот такие, такие, такой есть людей-приживальщиков, которые при любой власти им хорошо, лишь бы им было хорошо. На их век хватило, на их детей и прочее, прочее. То есть есть и такие грамотные люди, которые понимают, что сегодня... Ну и что? Как тут правильно? У меня один человек, взрослый человек, который вроде поциркуленный, вроде там за Русь-матушку, вроде туда-сюда, потом говорит, притом вопрос ему задает монах, афонский наш русский монах, он говорит, ты же знаешь, что вот это не нам прилежит, вот это не нам прилежит, это не нам. А он ему говорит, батюшка, да какая разница, кому это прилежит? Какая разница, кто нами управляет? Конечно, у него особняк здоровый, у него там миллионер, и прочее, прочее, конечно, он так рассуждает. Но если опуститься в сторону периферии, человек молодой, которому показали только эту обертку, и он стремится за этой, как кишачок, вот за этой морковкой, когда сзади наездник сидит, морковку перед ним показывает. Сейчас. Да, сейчас, и он бежит за ней, здесь и сейчас, надо, надо, а как ее добиться? Как лучше стать, как выжить в этом мире? Молодой человек не задумывается, ему нужно вот это срочно, срочно, срочно. И любыми путями, путями где-то, может, предательство, хамство, какое-то, не знаю, хамжество и прочих вещей, он пытается жить красиво. Значит, это неправильно. Поэтому мое воциквление мне помогает, ибо на тот момент, когда Советского Союза уже не стало, еще раз говорю, мои родители были в растерянности, как им жить, и они толком мне не могли сказать, сынок, давай вот так, вот так, вот так, вот так, вот сюда, вот сюда, чтобы у тебя не было вот этого. Ну, что-то мне интуитивно подсказывало, мне интуитивно подсказывало, что, Миха, надо вот держаться все-таки каких-то долговечных, долгосрочных проектов, пускай мы назовем православие, русско-православную церковь проектом, давай это современным словом назовем, держись и держаться этого проекта, который, по крайней мере, внутри тебя, тебя же, для тебя же и спасет, понимаешь, спасет тебя внутри, понимаешь, человек это такая биомашина такая, где карту памяти и материнскую плату можно перешивать несколько раз, это, как говорят в пословице, человек меняет, собака линяет, а душа остается у ней, но человек не собака, собака примитивнее, чем человек, именно по мировосприятию, потому что у человека более расширенный диапазон вообще всего, человека можно перешивать так, 1500 раз, человек родившийся в православной среде, поциркуленной, но вдруг его украли, его везли куда-нибудь в Зимбабве, где людоеды, и он начал есть людей, через 20 лет для него это будет нормой, понимаешь, для него это будет нормой, поэтому сегодня я для себя понимаю, что я никому не навязываю, я не рекламирую это, хотя недавно у меня такой тезис появился, рекламировать добро, мы не делаем добро, мы его рекламируем, пускай называют нас показушниками, пускай называют нас показушниками, и пиарщиками, популистами, зато от того, что мы делаем, да, какие-то вещи для людей, для других, по крайней мере, кому мы это сделали, им-то легче стало от этого, понимаешь, или у него ничего не было, или мы ему в этом помогли, да, где-то, понимаешь, вот где-то я вот донорскую кровь сдаю уже в течение трех лет, да, каждые два месяца, понимаешь, кому она попадет, я верю, она попадет в какого-нибудь рецидивисту, который вдруг-то раз и просветлился, понимаешь, вот он раз, отъехал, да, в чем-то, в поножовщине, потом пришел в себя, потому что ту свою кровь, которую я отдаю, с той верой, с которой я отдаю эту свою кровь, это в первую очередь именно вера в то, что она кому-то поможет не только спастись физически, но может она поможет и так, и когда для себя я что самое заметил, что когда ты вот в этом самом, когда ты начинаешь доходить до каких-то высот, в русском великодушии, как я его называю, русская великодушия, растет уровень и гордыни здесь, а когда растет уровень гордыни, вырастает и уровень тщеславия, и тщеславия людей, тщеславия людей тешит, и тщеславия людей же обижает, поэтому много раз меня это разбивало, а именно тщеславие какое, когда ты ждешь от кого-то постоянно чего-то, что ты делаешь, и тебе тоже это должны, но это на самом деле это это понимаешь это на уровне с баловашной это женский то женщина только так может там я делаю там это в основном это же до ответка это женская присущи женщину когда вот эта энергия и вот она помогает а потом и никто это это присущий мужик делает и молчит потихоньку помалкивает ничего нет того не ждет но поэтому периодически когда к этому пришел и понимал что когда началами начинала мне разбивать разбивала так что вот именно написано в писании что когда уходит без из из человека на из храма уходит из храма как из судьи с человеком из храма и если это помещение пустое возвращается с собой семерых еще более сильно и забирает сколько в моей жизни было вот этого что вроде ты на правильном пути на правильном пути потом по какой-то причине тебе показалось что тебя не понимают они понимают самое интересное не кто-то чужой человек а близкие люди самые близкие люди настолько близки что ты думаешь ну я же живу для вас я же я же муж отец а вы меня не понимаете не поддерживаете никак не там тваря тут это ты тут понимаешь что им самим надо помогать помимо того что помогать финансовой защиты быть спиной нужно еще их попытаться как-то еще как-то поддержать не так чтобы прям я имею ввиду тащить жену в церковь еще какие-то вещи именно я признаюсь самым гору пусти но это я тоже знаю что как говорится я могу об этом сказать что и нора жена меня вот в этом плане не поддерживает я буду по я верю но я верю паспорт вот так по-своему она православная причина но вот так вот по-своему и чем за я замечал что чем я дольше дальше от нее от этого отдель отдаляюсь в этом плане это как собачка на на поводке на длинном она забежала за угол выяснить там может что-то произойти что-то произойти поэтому так и жена я чем чем большего сыпляешь и тем она от меня дальше и вот какие-то моменты когда она от меня дальше у что-то происходит а это происходит и руки опускаются потому что для меня смысл в жизни семья смысл жизни семья но опять же вот опять же знаю закон божий не сотвори себе кумира кумира это это не только же человек может кумир это может любимая работа кумир это может быть спорт который ты отдаешь все от спорт кумиром это может быть хобби кумиром это может быть автомобиль мира может быть любое увлечение не знаю который ты отдаешь все время этому плюс переживаешь из-за этого и в семье в том числе это ты понимаешь что вот ты нашел себя именно для 7 ты впрягаешься вот тут вот вот этот обоз и тащишь 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 а в конце пустота недопонимание небольшое даже недопонимание ты понимаешь и почему люди разводятся мужики вы уходят из семей почему потому что они вот это женское потом встречают вот эту штуковину когда ты не куришь не пьешь и когда ты становишься как они любят говорить унылое говно когда мужчина становится унылым говном женщина перестает нравится значит это не твоя женщина женщины как женщины плохих парней но у них как говорится ягуар в гараже как цена на веселье ягуар в гараже кто там что там тигр на плечах шуба да там и зави осел должен быть который за это за заплатим а ягуар в гараже тигр в постели и осел который за все это заплатит вы вроде все ха-ха-ха ты понимаешь как это проникает в слабый мозг как это проникает не ослабшая не ослаб не нет не крепший мозг сознание молодой девушки который воспринимает это налегке понимаешь это ничему не обязывает ничему не надо ни молиться не креститься не надо работать не надо вот у тебя должно у тебя есть молодость у тебя есть красота и все вперед и что у тебя за эту красоту ты можешь получить игуар в гараже тигра в постели осла который за это все заплатит поэтому многие там кто-то меня и повидел ставь миха ну ты же вот там начинал начинать можно сколько угодно и заканчивать а не знаю что будет послезавтра может произойдет какой-то такой казус какой-то что-то произойдет такое что может такое что со мной никогда не происходило что я взял и залез в синюю яму в такую меня потом мы не могут найти там полгода потом появляюсь отекших пацаны я снова на пути истины поэтому вот вопрос как раз коснулся алкоголь как как я человек из крайности в крайность я поэтому я или 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 пью или вообще то есть если пью то это такое застолье это такая длинная история с какими-то возник возникшими за столом проектами такими которые потом как оказывается воплощаются в жизнь быстрее чем когда ты их делаешь на на руси честно тебе скажу на руси это решается среди мужиков а казаки допустим казаки допустим они не так не решали так не решала высшее купеческое сословие бояры бояре так не решали они все решалось все великое решалось именно потрезвение а делал это все пьяный мужик осваивание сибири под добыча золота и прочих вещей это было это было задумано умными грамотными людьми а вот как эти муси никакой как же на подводной лодке когда нужно было открывать шахты для для того чтобы сирии корабль и скидывать вот чтобы лодку спасти чтобы он допустим посылали кого пьяниц забулдык и кто учинял вот эти бунт окна на соль и которые были на крючке сажда их посылали туда они и заставляли рисковать вот поэтому куда-то здесь подводную лодки бежишь конечно или будешь поэтому здесь так ли себя у нас страна построена именно на этой на этих на человеческом самосознании на на слабо русский русский православный православный хочу не защищает землю как свое время покойный моторола сказал чего у себя там русскими называете русские все здесь если ты русский настоящий приедь ко мне хотя бы на месяц а лучше на три горит моем отделении по лаю ты понимаешь поэтому ты поэтому братка оказывается я не русский оказывается русские русским на звание русские национальности моторола покойно раздавал понимаешь а я бы ему сказал бы допустим был бы он живой ему сказал бы ему дружище есть русский воин а есть русский гражданин вот по себя воином русским называют к ним так и обращайся наши сутки спортсмены русский доктор русский учитель если давай же до русский учитель если русский учитель учитель физкультуры или физики или мужчина крепкий здоров как у нас виде был здоровый двухметровый если он не едет воевать что получается не русский вот у нас такой муж мужик братан вот у нас вот такое мышление у людей русский человек чем чем он чем он хорош чем он для меня русский человек чем он хорош он изобретателем еще раз он великодушен и самая как плохая чего черта нет недоверчивая самая плохая черта это быстро вспыхивает и может натворить делов а потом думать и начали сделать потом думает понимает а самая лучшая черта русского человека это вот это великодушие великодушие все прощения терпения именно именно то терпение которое завоевывало вообще все когда все сдавались и не понимали для чего мы это делаем этот русский спортсмен русский доктор учитель вон даталова верил в то что он делает правильные вещи понимаешь вот и все поэтому мы вернемся к церкви к нашей я думаю что это все было вот это запрограммировано пускай сегодня так и скажут а вы запрограммированы да пускай лучше будут так запрограммировано ну предпред предложил вот вот у меня друг взрослый есть ему 60 лет скоро будет он начинает вот президент не такое груз какой должен быть президент вот такой найди мне говоря за него проголосу и буду за него агитировать а за которого ты мне сказал найди говорю этого человека он раз сел дальше начинаем за религию я грунт и предложили не такое чтобы мне было легче я вот сколько живут кроме как церковь прийти до себя ничего не нашел для меня было хорошо в спортзале и до сих пор хорошо в спортзале мне хорошо в семье хорошо с родителями и мне и во всем мне это под поддерживают именно эти основы которые которые по крайней мере я знаю что с православным человеком да истинно настоящим который проникся не тот который просто крестик одел ноги крестик сердце молек а тот который говорит брат там ты куда-то едешь у нас там братья есть себя там встретят там что нужно сделают там все что помогут вдруг что-то надо понимаешь вот так когда ты сидишь и на одном языке разговариваешь и никто тебе не не по глазикам низкой а не договариваешь ли ты что они заслены ты калат казачок все сидят и грубо говоря черпают из одного котла понимаешь одной одной же так самой ложкой ту информацию не знаю кто-то благодать или как еще называть информацию какую-то штуку понимать вот вот для меня что моя вера именно религия она многогранна и чем человек и и как я говорю у меня есть такая пословица он у нас есть две беды дураки и дороги а еще у нас не совсем современная беда есть страсти по власти страсти по патриаршим часам кто про патриарши и веру сужает до уровня патриарших часов патриарха кирилла вот в принципе вот ваша вера и в принципе ваша мир миро ощущение все на этих патриарших часах и зацик заклинивается люди люди больше не хотят не люди говорят маник церковь поборничеством занимается еще чем-то заниматься то у нас и по государству если взять тоже поборничеством занимается ндс ндс налоги такие налоги такие завтра на воздух будет налог чтобы будем на это время люди смотрят пытаются своим вот этим вот каким-то протестом своим гневом своим вот этим словом свободой слова пытаются сотряски изменить все вокруг но не просто сотрясает воздух у себя тем сам порчи себе просто дешево карму там как говорят настроение здоровья начни внутри себя разложи и смотри какая у соседа дверь извини обшарпанная посмотрите у тебя ли не обшарпанная ли у тебя дверь подметено ли у тебя квартире вот у себя посмотри а потом суди других а что самое страшное когда есть действительно искушенные люди настолько что разочарованы в основном уверен это вероотступники это самые несчастные люди что даже те которые поменяли веру они они все равно они я знаю таких людей которые поменяли веру и то что там есть которые отступили от веры они несчастны через какое-то время после начале у них просветление вроде как а крест не ношу никому не надо кланяться ничего не надо у них это тоже же на уровне вот этого то есть на уровне церкви кланяться молиться церкви свечки ставить то есть у них это вся вера их на уровне вот этого все я знаю таких людей которые раз он никуда не надо походит такое то есть я свободен или у человека действительно на какое-то время он такой освобождается он такой вот это такое ощущение такого как бы мне такое же тоже было и правда креста не снимала просто думал а пошло на все нафиг я и у меня ощущение свободного полета было понимаешь но я такой человек скорее всего слабый что мне пришлось все-таки все-таки уже не на бреющем приземлиться шлепнуться опять на землю понимаешь и еще хуже всего выдачи люди вот эти шлепываются в землю появляется опять же он уже отвернулся церкви для него гордыня тщеславия гнев и прочие вещи эти вещи для него чужды он их отрицает и вот при отрицании появляется опять же гордыня и человек надо бы вроде понимаешь это как поругался с человеком приди к нему попроси прощение а вот он не идет а это ладно человеком а тут представляешь многовековая целая религия и вначале вроде там от нее отвернулся а потом вроде и надо бы сказать и вот она в многотысячном вот этом всем порождении тебя давит настолько что у тебя здесь не получается здесь не получается тут ты вроде не живешь а существуешь а в немаще на самом деле вся сила в немаще сила стоит только признать свою ошибку встать отряхнуться сказать братцы просите бога ради виноваты обидел это братцы бога ради просите я искуплю свою вину я буду работать я буду трудиться буду помогать этого мало кто делает все 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 боятся что или когда жизни что-то по голове стукнуло начинаешь обращаться абсолютно так точно у меня так было у всех так было ну как у всех так было я предлагаю допустим у меня слава богу сегодня по крайней мере для меня видимая картина мы работаем сын сейчас поступает они там сдают какие-то анализы в онкомате там еще что-то после поступления военный вуз жена там переживают вот эти переживания с таким с утратой потери близкого или неизлечимой болезни это абсолютная пустота это ничто вот эти я наоборот радуюсь что они там хлопочет понимаете я вроде им хочу помочь они говорят нет не надо мы сами понимаешь сын и давай тебе помогу там у меня знакомые люди если тебе быстрее пройдешь быстрее и досмотром нет я сам это хорошее качество поэтому я знаешь вот как бы смотрю на это все и радуюсь и поэтому на сегодняшний день когда вот это все хорошо на сегодняшний день наоборот нужно сделать так нужно постелить везде соломки везде наверх ты знал где упадешь соломки постелил поэтому сегодняшний сегодняшняя дежедневная молитва утренняя вечернюю продали и целый за целый день и иисусова молитву господи с усердствием не боже помилуй меня и повторяю раз наверно 100 каких-то ситуациях внутри себя понимаю и матерь божия помоги по любой ситуации только потому что представишь что ты здесь и они там и не дай бог что-то здесь и не дай бог это конечно же слуги неисповедимы но любая вещь для нас или наградовали в наказание для воспитания поэтому с верующим сердцем веру то что бог не покинет гораздо эти все напасти и алкоголические пристрастия и болезни гораздо легче переносить почему все основные либо реабилитационные центры они закручены вокруг именно религии потому что другого к сожалению за последние ну да возьмем даже 200 лет последний станции куда последний обратиться да и самый атеист самый атеист который не верит бога он все равно где-то внутри там далеко он такой ну что-то же есть он конечно был перед глазами встанет икона божьей матери со спасителем она будет и перечеркивать но думать но она же у него в глазах возникла вот в образе понимаешь поэтому слава богу что что вот эти мысли они именно приходят моменты великого поста вот сейчас он начался и момент просто поста почечество вот я с декабря начал по 36 часов голодать не открывалась открывалась и вот как-то много мыслей много рассуждений слава богу есть кем их обсудить и именно и не истина конечно откроется истина нам далеко открываются какие-то сокровенные сокровенные вещи которых ты раньше не знал и когда ты их начинаешь постигать становится ответ ответ ответить на какие-то вопросы тебя интересующие ранее отвечать самому же на них и когда ты уже смотришь на это все и самое главное для себя именно в момент великого поста понял глядя на негневающегося человека ты не видишь не его лицо ты лицо видишь править врага человечество однажды в ссоре недавно буквально с человеком в одном заведении ругаюсь и получилось так что из-за пустяков его начал я прямо на него смотрю вот так я смотрю на него так я говорю здорово вот аккуратно на меня смотрит я буду здравствуй давние как говори не виделись на него смотрю он такой смотрит на чё гонишь что ли я буду ты говорю давай человеку не беспокой давай выходи из него хочу в нем сидишь и смотрю он раз такой хоп на меня и ничего не сказал ты понимаешь сам человек то ничего не сказал представляешь какие чудеса вот мы сейчас ждем чудес а чудеса не вот вот у меня жена чудеса видит что у нее муж уже с января месяца последний раз у скоромного мускором новая видео сняла понимал как кому я иду андрей это спортсмен для instagram instagram спортсмен чемпион россии приема по бодибилдингу хороший парень грамотный все четко много информации все но по большому счету не с луковым больше больше соприкосновения потому что мы огонь и воду прошли с ним у нас и сборная была у него олимпиада у меня там международник по штамме 85 больше поэтому я приехал к андрюхи у него видео вот это есть там не все не все оно вошло я у нее по большому счету если честно вот андрюхин дом это был для меня вот это вот половичок который я вытер свои грехи обиды какие-то еще что-то и ушел вот это за собой эту вину чувствую он после этого у него вышла передача живы жрем и жалуемся называется понимаешь это видишь опять же без этот который его я ему своих бесов оставил а он эти без и сделал живем и жалуемся он даже не понял для чего ему то все говорил она подсознательным вот там все сделаю все из и без за него это все сделал живем и жалуемся все живем и жалуемся а после этого ты понимаешь у меня ну вообще шикарное интервью все это такое ощущение что это все у него там оставил но надо это все перекрестить еще раз при встрече андрюхи это все объяснить да сбок да сбок потому что вот поэтому вот с этим человечком так и получилось поэтому но единственное что я не имею права так говорить я боюсь того что действительно ведь денется падший ангел он же тоже везде сущ как и бог у него везде черти беса и прочие сущности решают понимаешь многие вещи поэтому здесь как-то если уж заниматься так скажем вот этими экзорцизмом так называемым да таким православным да здесь нужно же знать куда он ушел это ты прям глаза ему за способы говорю здорово говорю ему привет говорю давненько не виделись притом это же мой был бес он же тоже был во мне когда недопонимание к людям ты чего вот это шая тебе сейчас порву на куски понимаешь вот это все и самое интересное два нормальных мужика я и вот этот корешок только нормальные парни понимаешь и вот если дошла бы до рукоприкладства понимаешь ли он бы меня убил или я бы его убил одного посадили другого закопали кто победил враг человеческий спаслась ли в этот раз в этот раз душа мы даже покаяться бы не успели но он может по тюрьме бы покаялся а этого нет поэтому здесь такие вот чудеса а нам говорят наши какие чудеса покажи нам чтобы вот лому с неба сорви вот такие чудеса чудеса это когда муж взял в одночасье за какое-то время и человек применялся вот это настоящие чудеса когда ты его видел вот таким а потом увидел вот таким и думаешь господи чудные дела то твои ты посмотри как человека поменял и когда по-настоящему человек начинает ну поэтому не вот и тебе говорю что ты перебью вот мысли о том что чудес чудеса в самих людях есть когда мальчик маленький пришел 13-летний метр семьдесят семь ростом пятьдесят девять килограмм весом и через какое-то время 210 рекорд россии спустя 10 лет порвал понимаешь прошу вот это чудо понимаешь когда тренер вот я был в 90 году в боксом занимался и тренер мой ехал молдавию это днестровье воевать потом вот именно где-то 2004 году вернулся приехал уже с внуком он увидел вот это ты миша не даешь то есть для него это было вот это чудо вот такой потому в такой вроде бы ничего такого не произошло но извини меня уже будут перед ним стоял рекордсмен страны здоровый взрослый мужик сам отец был вот это чудеса поэтому так я уже моргает там давай мешать ты мне скажи у тебя новые тату какие-то темы но если папа по-хорошему такие штуковины видишь что ты как к этому относишься о металл с интересом а есть люди которые смотрят чё такое вот понять что город мои новые тату это проверка реакции людей на мои татухи и сразу понятно кто пересмотрен человек который тебе благословен или человек который тебе что-то имеет понимаешь вот и все поэтому вот такие тотемные штуковины мои все что моется но со мной в жизни происходило то есть за каждую вещь видишь медаль номер два вечно второй потому что всегда ничего толком не выиграл кроме чемпионатов россии телевизор который из которого по большому слава моя пошла но это моя так скажем это мой хобби да это мой хобби собственно кубок это побед победа победа вот штанга это русская штанга за которая сделала гири гири 24 четверка моё любимое число и все здесь за реки азарт здесь любовь потому что люблю людей здесь интерес который моё принадлежность к религии как-то так все ниже спасибо этому если что посмотри ли человеку глаза когда он на тебя подпосмотри вначале как раз вот тебе вот этой паузы хватит когда ли человек скажет братуха ты чё а ты ему скажешь братан да все нормально а когда он тебе не сажет братуха ты скажешь здорово давненько не виделись понимаешь